Книга «Открытым оком» Автор Игнатий Тихонович Лапкин Мы начинаем чтение пособия для бесед о вере с людьми различных убеждений Урок номер один Приидите поклонимся Христу Деяния 17.11 Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? Исследователи Слово Божие Библии находят, что в ней Бог 1900 раз обращается к человеку со словом «Приди!» Зовет к покаянию, примирению с собой, чтобы человек не погиб. Исайя 65.2 Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям и упорному. Осия 11.2 Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву ваалам и кодили истуканам. Матфея 15.14 Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. И только два раза определенно и навсегда звучит слово «Отойдите» тем, кто не принял благодати Божией, дара милости Христовой. Один раз говорит еще на земле лицемерам и коварным людям, и второй раз на суде Божьем. Марка 12.15 Но он, зная их лицемерие, сказал им «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Матфея 7.23 И тогда объявлю им «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Лука 13.27 Но он скажет «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды». И это страшное слово «отойдите» – «отгоняющее» встречается в Библии всего четыре раза. Два раза речь идет о том, чтобы желающие спастись отошли от тех, кто восстает против церкви, против законно рукоположенных пастырей, то есть чтобы люди отошли от еретиков, от сектантов. И другой раз, когда пророк говорит, чтобы эти же самые, кто уводят от истины, кто обольщает своими богослужениями, чтобы они прекратили это погибельное занятие и отошли от своих богопротивных жертв, от собраний. Число 16.26 И сказал обществу «Отойдите от шатров нечестивых людей сих и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их». Третье царство 18.29 Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илья, фесвитянин, пророком Вааловым, «Теперь отойдите, чтобы и я совершил мое жертвоприношение». Они отошли и умолкли. Слово «Придите» Божий призыв уже в раю выразился в вопросе Бога к Адаму в Бытие 3.9 «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты?» Бог, конечно же, знал, где находится его согрешившее создание, но Он дает повод Адаму и жене его самим сделать первый шаг к покаянию, как бы так говоря. «Я пришел, а тебя, друг мой бывший, и не видно. Где ж ты есть? Не случилось ли что между нами? Не забыл ли ты меня? Почему же не спешишь, как всегда, ко мне, не просишь моего благословения? Где ты? Почему так замолкло все, и твои радостные возгласы и удивления всему, что ты видишь, уже не раздаются в саду моем, в райских обителях?» «Впереди же, Адам, я жду тебя, я жажду видеть тебя. Да куда же ты делся, Адамушка, мой милый?» Все призывы через пророков и есть призыв к человеку, чтобы он пришел к Богу, чтобы снова установилась чудная симфония, содружество, любовь, чтобы благодать на благодать царствовали в Адаме Первом. Рассмотрим несколько мест Священного Писания, где есть призыв прийти к Иегове. По каким случаям и что за этим следует? Каждое место – это целая история из жизни народа Божия и каждого человека. Псалом 94.1 «Придите, воспоем Господу, воскликнем Богу твердыни спасения нашего». Псалом 94.6 «Придите, поклонимся и припадем, и преклоним колени перед лицом Господа, Творца нашего». Матфея 25.34 «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его. Придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Псалом 33.12 «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Псалом 45.9 «Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле». Псалом 65.5 «Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими». Псалом 65.16 «Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он, для души моей». Псалом 79.3 «Пред Ефремом и Вениамином и Монасию, воздвигни силу Твою, приди и спаси нас». Исайя 1.18 «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исайя 2.5 «О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». Михея 4.2 «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим. И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима». Матфея 5.24 «Оставь там дар Твой перед жертвенниками, и пойди прежде примирись с братом Твоим, и тогда приди и принеси дар Твой». Матфея 11.28 «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». На земле 2896 языков и наречий, и в каждом народе есть богатые, бедные, знатные простецы, свободные рабы. Разделение произошло по разным признакам, по многим параметрам. Но Бог разделяет людей на две категории – верующие Его Слову и Ему, и неверующие. Иоанна 3.36 «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Матфея 25.32.33 «И соберутся перед Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Бог заботится о человеке постоянно, хотя очень многие не видели эту заботу. Он звал людей к себе постоянно и делает это до сегодняшнего дня, конкретно к каждому обращаясь. Иеремия 7.25 стих «С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сегодня я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал всякий день с раннего утра». Иеремия 25.4 «Господь посылал к вам всех рабов своих пророков с раннего утра посылал, и вы не слушали, и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать». Захария 7.12 «И сердце свое окаменели, чтобы не слышать законы и слов, которые посылал Господь в Саваоф духом своим через прежних пророков, зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Матфея 5.45 «Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Иеремия 5.24 «И не сказали в сердце своем, убоимся Господу Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас тедмицы, назначенные для жатого». Деяния 14.15.17 «И мы, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши». У Бога каждому человеку есть свой ключик. Как открыть его сердце? Собеседники говорят, «Ты мне докажи, что Бог есть, покажи его. Докажи, что Библия действительно есть письмо от Бога, тогда я поверю. Докажи, покажи, убеди, удостови, разубеди меня в том, что я верю неправильно». И многое подобное сему говорят люди, кто не примирился с Богом и живет своими человеческими похотями. «Были весьма известные начальщики, умеющие доказывать атеистам, коммунистам и другим неверующим людям на опыте, на фактах, на примерах, что Бог есть, что верить в Бога – это хорошо и спасительно». Этим талантом обладал Федор Ефимович Мельников, старобрядец, Лазарь Кунцевич, православный от Синода, миссионер, многие протестантские проповедники-помилимисты. «Мне самому пришлось нести людям проповедь перед многими тысячами зрителей и слушателей, благу весть о Христе, сорок лет». На каждый довод специалисты могут дать контрдовод. Были даже платные государственные полемисты от атеистического общества знания. Такие же были и у Синода. Они могли доказать, что необыходимо давать клятву, что нужно умирать за стареобатюшку и не рассуждать. Но нет никого сильнее самого Господа Бога, нет доводов более сильных и неотразимых, как доводы из Библии. В этом пособии для христиан, всем, кто желает приобретать души для Христа, дается самая малость доводов от разума, от книг, какие уже выпущены, но весь упор на то, что скажет нам слово великого Господа, Бога. Для тех, кто привык искать мудрость и мир и сего, этого здесь не обрящется. Многие могут сказать, что же тут нового. Одни цитаты из Библии. Мы можем взять Библию и сами прочитать ее, без этих указателей, без этих шпаргалок. Дело в том, что Библию можно сравнить с Великой Аптекой, где на все наши болезни есть лекарства. Но где это лекарство? От какой оно болезни? Где эта полка и в какой упаковке это лекарство? Вот этого-то почти никто не знает. Наша задача состоит в том, чтобы возвести авторитет Библии, чтобы люди обращались к ней, как к светильнику в темноте, чтобы им не заблудиться в этой тьме жизненной. Разум человека называется глазом, оком, ибо человек не ученый, как топор неточеный. Он темный, слепой в полном смысле. Екклезиас 10.10 Если притупился топор, если езве его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Евангелие от Луки, 11 глава, 34 и 36 стих. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Если же тело твое есть все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. 2 Петра 1.19 И, притом, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Иоанна 9.39 И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. У кого нет доверия к Библии, они не будут убеждаться написанным здесь. Но попытайтесь дочитать до конца написанные здесь, и ваше мнение о Библии может измениться. А значит и отношение к Богу, и к тому, что с вами произошло уже, и к тому, что ждет вас в том случае, если вы примете Христа как своего личного спасителя. И если не примете его, отвергните, пройдете мимо и в неверии умрете. Это пособие для работы со всеми слоями населения, опыт многих лет и многих людей. Ничего нет весомее и грандиознее, чем Дом Божий, Церковь Христова, чем Слово Его, чем то, чтобы в вечности нам быть со Христом. Здесь дается только ключ каждой категории людей. Ответы на их главные возражения. Разбор возражений – самых основных, наиболее часто встречающихся доводов тех, кто привык жить без признания Бога, кто бездумно дожил до этого часа и не думает даже, что ждет его за смертью его. Могут быть и другие возражения, и на них точно так же есть места в Библии, которые дают конкретный, точнейший ответ. Помните, что за каждым местом Писания, за указанными книгами, главами и стихами – сам Бог. Это говорит Бог. Это Он отвечает на ваши возражения. Сегодня мы судить пытаемся Библию, но будет день, когда она будет судить каждого человека. Евангелие от Иоанна 12, 48. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Доказательства Библии для всех Первая категория людей Болтуны и насмешники Как с ними общаться Эти любят побалагурить, они совершенно не задумываются ни о жизни, ни о вечности, живут одним днем и скачут, как козлы по горам, хватая все, что плохо лежит. Особенно любят плотские вожделения и их лозунг «Бери от жизни все, что можешь». Послание Иуда 1, 10. Осии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесное животное знают, тем расслевают себя. Немало делу же то, что они хотя бы несколько минут пожелают спокойно постоять, не перекатываясь блудливо с пяток на носки и не трясти ляжками. Это их обычная поза. Их лучше попросить сесть, но ни в каком случае не на карточке, как ныне сядут даже на остановках наркоманы. Ослабленные в ногах сидят, как на ночных горшках. Сесть им нормально на скамейку лучше напротив себя, чтобы видеть их лицо. Они всегда суетливы, излишне взвинчены веселые. Рубахи, парни. Такие залихватски миролюбивые, что им все ни почем. Но не верьте, это чрезвычайно обманчивое впечатление. Они взрывоопасны, невоздержаны и шумливые. По бабе крикливо торопятся, сами не зная куда. Им дать хотя бы три места прочеть из Библии. И всегда старайтесь, чтобы ваш собеседник мог глазами читать то, что вы ему предлагаете из Библии. Чтобы у него срабатывала и зрительная память. Но телевизор отбил у людей желание что-то либо читать. И особенно эти анекдотисты и шутники не любят серьезных книг. Им даже Достоевский недоступен. Слово «юродство» означает глупость, дурость. Оно встречается в Библии только три раза. В этом нашем материале мы попутно и учим, и учимся. Для вашего собеседника возьмите только одно место, а остальные для расширения вашего кругозора. Первый царств, 21 глава, 15 стих. Разве мало у меня сумасшедших? Что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой? Это бежавший из своей страны эмигрант Давид Есеевич, боясь смерти, прикинулся умопомешанным и сыграл это довольно хорошо. Суд мегаэспертиза психиатров приняла его за невменяемого. 1 Коринфянам, 1.18 Ибо слово о кресте для погибающих и родство есть, а для нас спасаемых – силы Божьи. Повторите несколько раз и попросите вашего собеседника тоже прочесть. И попытайтесь узнать, может ли он запомнить это предложение, чтобы он повторил это на память. Вот и сама Библия говорит, что наша проповедь есть нечто в виде легенды для людей. Но для кого? Для погибающих. Вы хотите быть в числе погибающих? Слово о кресте. Не о том, что на груди или на могиле, а о том, на каком умер Христос. Крест – это не просто крестовина, на которую прибили евреи из Назарета. Это страдание за всех людей в мире. О распятии Христа, о его жертве, о его смерти на Голгофе за каждого человека. Вы должны точно знать все места Писания, говорящие о любви Божьей. Приводите их на память, но все же открывайте их, чтобы и глаза вашего собеседника могли почесть, прочесть эти бессмертные слова. 1 Коринфянам, 1.21 1 Коринфянам, 2.14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что всем надо бы насудить духовно. От Духа Божия Библия, а человек недуховный смеется, что написано в ней, считая это за выдумки, за сказки для людей. 2 Коринфянам, 2.14 Духовно судит тот, кто познает, что жизнь на этой земле – это только мгновение, а дальше вечность. И где ты будешь ее проводить? Вот в чем вопрос всех вопросов. 2 Коринфянам, 4.3 Если же и закрытое благовествование наше, то закрытое для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет, благовествование о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Покажите, что сама Библия дает ответ, что не все будут внимать проповеди о спасении. Но что это за люди? Это те, кто во тьме. Они погибают от неверия. И сатана помрачил их ум в глаза. Затуманил мозги, и они на полном серьезе думают, что это они от большого ума такие продвинутые вперед, что могут топтать слова Божии и по-передовому мыслить. 2 Фессалоникийцам 2.10. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Иоанна 8.21-24 глава. Опять сказал им, Иисус, я отхожу и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего, я не от всего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверите, что это я, то умрете во грехах ваших. Умереть во грехах, значит не иметь надежды войти к святому Богу в его обители, где будут праведные. Евангелие от Иоанна 5.44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога, не ищете? Этот стих дает ответ на очень многие вопросы. Почему так в церкви, а не иначе? Почему такое-то так поступает? Удобные позиции, когда все мирно, когда все любят друг друга и на этом направлены усилия. Но при этом совершенно не берут во внимание, а как же на это смотрит Бог, что по этому поводу говорит святая и вечная Библия. Иоанна 3.18.21. 1.18.21. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые, ибо всякий, делающий зло и ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Эти стихи показывают, отчего происходят сомнения в человеке. Иоанна 4.6. «Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то и узнаем духа истины и духа завлуждения». После прочтения этих мест Писания, переходите к главному стиху для насмешников и болтунов. Им это на память, и попросите заучить наизусть эти строчки. Те, кто не верят в существование Бога, безбожники. Псалом 13.1 «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Попытайтесь узнать мнение того, с кем на этот раз разговариваете, как вам понимать слово «безумец». Вот от этого стиха и не отходите во время беседы, постоянно возвращаясь к нему. Посмотрите на реакцию этого весельчака. Говорю везде по отношению собеседника-мужчины. К женщине применимы все эти стихи, но с поправкой на ее немощь и легкомысленность. Избегайте перехода на их на вашу личность, входить в подробности, какие ничего не дают, где родился, где учился. Этот увод в сторону нужен не им, а нужен только тому духу зла, который мечется в это время рядом с вами. Перед беседой и во время беседы желательно хотя бы кратко своими словами помолиться. Открой, Господи, чтобы слово Твое имело силу и в этой беседе, чтобы Библия заняла главное место в жизни каждого из нас, чтобы Священное Писание руководило нами, и чтобы Дух Святой Сам научил каждого из нас, как нам понять слово Вечного Бога. Аминь. В Библии слово с корнем «безум» встречается 85 раз. И всегда оно означает отступничество от в отца, переход в стан врагов и в противную группировку. Рассмотрим, как и где это слово употребляется в Библии, чтобы нам не ошибиться с его применением. Иисус Христос сказал, Матфея 5.22 А я говорю вам, что всякий, гневущийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «ракка» подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный» подлежит Гиене Огненной. Ракка – это пустой человек. 2 Ездра 8.72 Ибо грехи наши поднялись выше голов наших, и безумие наши вознеслись до неба. 3 Ездра 10.6 О, безумнейший из всех жен, не видишь ли скорби нашей и приключившегося нам? Премудрость Соломона 1.3 Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы его обличит безумных. Премудрость Соломона 10.8 Ибо они, презрев премудрость, не только повредили себя тем, что не познали добра, но оставили живущим память о своем безумии, дам и не могли скрыть того, в чем завлудились. Сирахов 20.14 Даяние безумного не будет тебе на пользу, ибо у него вместо одного много глаз для принятия. Сирахов 20.22 Иной губит душу свою по робости и губит ее из лицеприятия к безумному. Сирахов 21.22 Наставление для безумных – оковы на ногах и как цепи на правой руке. Сирахов 22.14 Уклонись от него и найдешь покой, и не будешь огорчен безумием его. Сирахов 21.11 27.11 Беседа благочестивого – всегда мудрость, а безумный изменяется, как луна. Псалом 48.14 Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Псалом 37.6 Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Псалом 38.9 От всех беззаконий моих избавь меня и не предавай меня на поругание безумному. Псалом 52.2 Сказал безумный в сердце своем – нет Бога, они развратились о ней и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Какая же причина, что начав, как и все рожденные женами от утробы матери, человек так умудрился, что стал известен под прозвищем «безумный». Отчего же его псалмопевец дважды называет безумным, в чем причина? Оттого, что стал этот умник очень грамотным, высоко поднялся в нравственности. Как раз наоборот. Кто живет благочестиво, порядочно, тот тянется к Богу. Кто добрый, ему хочется, чтобы его дела были известны всем. Чего скрывать? Это нормальное явление. Иоанна 3.20.21 Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге садилны. Псалом 68.6 Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Псалом 72.3 Я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых. Псалом 73.18 Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Псалом 73.22 Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Псалом 74.5 Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога. Притча 5.23 Он умирает без наставления, и от множества безумий своего теряется. Екклезиас 7.17 Не предавайся греху, и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время. Исайя 28.7 Но и эти шатаются от вина и избиваются с пути от сикеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждены вином, обезумели от сикеры. Видения ошибаются, суждения спотыкаются. Исайя 44.25 Который делает ничтожным знамение лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов, прогоняет назад и знание их делает глупостью. Иезекииле 3.13.3 Тогда говорит Господь Бог в горе безумным пророкам, которые водят своим духом, ничего не видят. Осия 9.7 Пришли дни посещения, пришли одни, дни воздаяния, да узнает Израиль, что глух, глуп, прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих великой враждебности. Матфея 23.17-19 Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Марка 7.21-23 Изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийство, кража, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство человека, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри сходит и оскорняет человека. Евангелие от Луки, 12 глава, 20 стих Но Бог сказал ему «Безумный, всю ночь душу твою возьмут, у тебя кому же достанется то, что ты заготовил?» Иоанн 10 глава, 20 стих Многие из них говорили «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Иоанн 26 глава, 24 по 25 стих Когда он так защищался, Фест с громким голосом сказал «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия» «Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слава истины и здравого смысла» 1 Петра 2, 15 Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста вежеством безумному людей 1 Колимфянам 3, 18 Никто не обольщай самого себя Если кто из вас думает быть мудрым в веки семь, тот будь безумным, чтобы быть мудрым 1 Колимфянам 3, 19 Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано Уловляет мудрость Христов, уловляет мудрых в лукавстве их 1 Колимфянам 4, 10 Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе Мы не немощны, а вы крепки Вы в славе, а мы бесчестие Но они немного успевают, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось 1. Непрерывно подчеркивайте в разговоре, что эти все характеристики дает Бог нам А наши понятия о уме и безумии всегда условны, субъективны и предвзяты 2. Это определение безумства нашего окончательное и не подлежит ни изменению, ни ревизии 2. Ни сглаживанию, ни поправкам 3. Безумство наше в этих стихах Библии Или мы признаем в своем безумстве, признаемся, и тогда открывается возможность излечиться И от этого бешенства, ума, эгоизма и сожженной совестью 3. Или признаем сами себя умными, но тогда так и сгниваем и уходим в ад Это и есть первая ступень пути к Богу А всего этих ступеней три Матфея 16, 24 Тогда Иисус сказал ученикам своим Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною Первая ступень есть отвержение самим самого себя, то есть своего Я Признание себя таким, каким видит меня Бог Он видит нас безумными, и если мы не идем к Нему, не отвлекаемся на Его призыв «Приди, безумнейшим из безумных называет Иван Златоуст того, кто не признает Творца своего, видя в природе чудеса, солнце и весь космос» Кто мы по определению Духа Святого, который Он дал нам в Библии, и особенно тогда, когда говорим, что нет Бога Люди забыли Бога отсюда все Можно читать книгу П.И. Рогозина «Существует ли загробная жизнь» Выдержки из брошюры «Доказательства существования Бога» Из примеров порядка во Вселенной Это уже будет Новозыпков, 1993 год 80 страница, страница 5 по 29, 39 по 66 И это будет в следующем уроке Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok